Более пяти лет назад город Находка начал процесс превращения в главный угольный терминал Приморского края. Большинство портовых мощностей сосредоточено на мысе Астафьева. Вокруг угольных куч установлены защитные сетки, но с объемами перегрузки они не справляются. Горы черного топлива на некоторых причалах выше сеток. И объемы перевалки увеличиваются с каждым годом. Население бьет тревогу. Власти пытаются решить проблему. Но пока что не слишком успешно. Санитарно-защитную зону себя рассчитать на 50 миллионов. Перевалили в прошлом году 87. Это жители города Находка. Это отношение руководства порта Находка к жителям. Перевалкой угля на сегодняшний день занимается чуть больше десятка стивидоров. Они переваливают уголь на открытых площадках фактически на пирсах в портах, которые находятся внутри населенных пунктов. Согласно данным специалистов, уровень концентрации пыли в воздухе превышает все показатели. В течение 2016 года мы 19 раз обращались в суды различные инстанции. В течение 2017 года 27 раз. Почти по 7 стивидоров. Везде суд дружно принимает решение 20 тысяч рублей. Несмотря на многочисленные нарекания и штрафные санкции, еще ни у одного перевалочного предприятия не было аннулировано разрешения на выбросы. И они продолжают работать, лишь перед проверками, посыпая пыль чистым снегом и снежных пушек. К этому заседанию стивидорные компании должны были разработать и предоставить документы, в которых укажет, какие мероприятия они планируют провести, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Данные меры должны быть реализованы до конца 2018 года. С теми компаниями, чьи предложения по защите окружающей среды устроят представители краевой администрации, будут подписаны соглашения о дальнейшей работе. Наши отчетности показывают, что порядка 800-700 миллионов рублей мы тратим только на модернизацию всех наших мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. На территории на сегодняшний день действительно мы, наверное, единственные, которые оборудованы специализированными очистными сооружениями по сбору воды. Мы эти сооружения демонстрируем, показываем, и многие специалисты из города приезжают к нам, профильные специалисты для того, чтобы обучиться работать на эти качественные сооружения. То есть, такие сооружения нет нигде. Строительство перевалочного терминала закрытого типа – вопрос открытый. Дело это достаточно небезопасное и затратное. На создание производства с перевалкой 10-15 миллионов тонн угля потребуется затратить 35-40 миллиардов рублей. Между тем, только Восточный порт в год перерабатывает более 23 миллионов тонн угля. На перепрофилирование компаний надеяться также не стоит. Сложность перехода на другие грузы определяется специализацией терминалов. Остаётся лишь надеяться на то, что депутаты совместно со стивидорами найдут способы защитить жителей находки от экологической катастрофы. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.